Царю Небесный Брат Михаил, помолись. Господи, благослови наше занятие, и чтобы все услышанное было нам полезно, правильно понято, легло на сердце. Брат Михаил, благослови наше занятие, и чтобы все услышали. Брат Михаил, благослови наше занятие, и чтобы все услышали, и чтобы все услышали, и чтобы все услышали. И вдруг он говорит, Лазарь умер, ну вот тебе, здравствуйте, а в чем дело тогда? Ты же нам когда еще сказал, там, третьего дни, дни, Господи, ты нам сказал, что он болеет? А так мы, может быть, успели, черни пошли, непонятно. А, и думают, Фома там думает, пойдем и мы с ним умирать. Ну, то есть все, раз туда пошли вы, иудеи, там уже Христа гонят, уже убить обещаются, уже они поняли. Они уже осознали о распятии, что Христос говорил им, что не просто так будет он убит, а там сначала ругаются над ним, а плюют, оболгут и еще раз пнут на кресте. Это, ну, в конечном итоге они же должны, когда-то были задуматься. На третьем, на четвертом году пребывание со Христом, они поняли, что Христос не шутник никакой, и не гипертрофированный разум у него. Он реальный, прям реальный человек, как у нас говорят, конкретный, серьезный очень человек. И не просто человек, они Сын Божий, они думают, пророк он, причем они не понимают, какой пророк, потому что таких чудес никто из пророков не делал, какие они видят ежедневно, ежечасно практически от него. Вот непонятно ничего, и дальше непонятно, продолжается, приходят, иудеев очень много собирается, услышали, что идет Иисус, собралось много их. Почему? Они же убить его хотят. И вот они туда пришли смотреть, а что? Лазаря уважали, праведник Лазарь, ну, свое дело пожил, ну, молодой умер, ну, чертепри сделаешь. Умер и умер, и вдруг Христос, начинает беседовать с сестрами, и вдруг Христос прослезился. Вот на этом мы остановились. И там интересное такое есть, я прочту еще раз, чтобы увидели. Когда он прослезился, вот как. Господь же подавляет потрясение в духе, с маленькой буквы, то есть духом, с большой буквы, обуздывает смущение и удерживает он и в духе. То есть в духе, в самом Христа дух, он с маленькой буквы, потому что принадлежит Христу. А в духе дальше, то есть духом святым. Тут уже о Троице идет разговор. Ну, то есть о чем идет разговор? Что Господь, Бога, человек, нам желает показать, толкователь, феофилак болгарский, он же в Болгарии был, а там язычники. Они ничего не понимали о Христе. Ему надо было показать, вот. Ну, помните, мне Володя, правда, рассказывал, как стал мусульманин, искал этого Аллаха, нашел отца, написано. Христа. Христа или отца? Христа. И он, когда сидели на занятиях, он о Троице не мог понять, как так, в одном три. Ну, ты, все это, кофе тебе три в одном, что ли? Ну, он там ему солнце приводил, приводил костер, жар там туда. Ну, не привести, человек, который полотеное смотрит костер да костер, ну, погрелся там холодно тебе, тушенку подогрел там, чаек подкипятил, и больше тебе не надо. А солнышко на море вышел, на озеро, на речку, поплавал, солнышко светит, хорошо тебе, жарко, тепло, не надо топить, ничего. Вот и все, не видит. И вдруг он на занятиях слышит о молекуле, о базе, базе, это мельчайшая частица. И при звуковых колебаниях, звук когда идет, то есть, она попадает в эти колебания, и ее становится этой частицей три. И вот тут думать не надо даже, то есть, они проходят эту, ну, какая там физика или химия там даже, там все очень сильно сопряжено. Но вот он учился в этом институте. И он... Это частица в трех состояниях одновременно. Одна частица в трех состояниях одновременно находится. Да, да, да. Как фотон, волна или частица? Ну, как пускулярная теория. Волновая доля. Да. И получается, и он застыл вот так, как так, в трех, одна, в трех разных. И он говорит, у меня троица. Я, говорит, оглянулся, а все сидят там, даже не обращают внимания. Ну, уже что там, телефоны, айфоны там, всякие там, видики там, 3D там, очки эти. Все понятно, что... Тем более никто не показывает. Ну, как ты ее покажешь? Это интересно ее первый раз посмотреть. Как я смотрел документальный фильм о том, что... Как люди, почему люди принимают конспирологию сейчас. Вот об инопланетянах там почему принимают. Разные там вот заговоры. Почему человек принимает. И вот ученые разбираются. Почему принимают. И пришли к выводу такому. Люди, люди все очень жаждут увидеть такое новое. Как вот помните, когда в 17 главе Дианистов и Апостолов пришел апостол Павел в Ариапак. И ему там сказали. Слушали его, слушали. А потом. Ну, об этом мы тебя... Он только начал в воскресенье говорить. Ну, об этом мы тебя потом послушаем. Это уже нам неинтересно. А вот то, что ты до этого там говорил, что один Бог там. Небо и зима. Вот это интересно. У нас-то их 600, там 550, 580 богов. А тут один. Ой, как интересно. И написано. И любили слушать нечто новое там. И человечество дошло до того. Вот те люди, которые видят Христа здесь. Иудеи, и апостолы. Это не те люди. Которые сейчас современные. Даже евреи. Мы сейчас совсем другие. И нам нужно до такой степени удивления. И там говорят. Ну, давайте представим. Давайте вот прям сейчас согласимся, что прилетали эти инопланетяне. И они среди нас там и так далее. Ну, давайте согласимся. Ну, просто для того, чтобы провести эксперимент. Я такой думаю. Ну, давайте. Ну, соглашаюсь. Давайте. Мне вообще интересно про инопланетян посмотреть. Какие они. У них вот такие глаза, как у демонов. Или они на котиков похожи. Мне котики больше нравятся. А там и говорят. Вот смотрите. По всей статистике. Насколько нас хватит. Максимально на год или два. Информационный будет поток. Говорить об этом. Даже, говорит, если инопланетян пригласят и с ними устроят ток-шоу какое-то. Ток-шоу знаете, что такое? Это вот прям, что ты сидишь и неподготовленные тебе вопросы задают. А ты неизвестный ни для кого. И ты как начнешь говорить. И у всех удивление. Просто. Это что? Правда такое? Что цветы? А у нас цветы не такие, как у вас вот такие цветы. А у нас цветы, ну, там, допустим, какие-то невидимые цветы. Но ты понимаешь, что они цветы. И все. Да вы что? Правда? Вот об этом будут говорить три месяца. Об этом будут там полгода вспоминать. А дальше что? А дальше страшный вакуум. Все. Что с этими инопланетянами делать? Они нам зачем еще нужны? Мы о них узнали. Вот они вот такие. Вот они вот такие. И все. То есть человек. Это величайшее создание Бога. Вот даже вы не представляете. Вы все как говорят. Глядите. Появился там первый человек. Как появился? Сейчас раньше робко так говорили. Переходная ступень. Ну, помните, по Дарвину. От обезьяны к человеку. И там нашли челюсть, там что-то и все. А сейчас шалишь. Шалите. 20 с лишним нашли разных человеков. Не обезьян. Просто человеков. И Синаптурус какой-то там в Китае. И там в Перми даже. Пермский какой-то человек. И во Франции там нашли. Как кого где не найдут, смотрят. А у них по времени совпадения нету никакого. Господь им такую сделал. На хлопучку ученым. Ну-ка давайте разгадайте еще мою загадку. Тайна. Тайна домостроительства Божия. Написано. Тайна домостроительства. То есть. Что такое тайна? Никогда не дойти. 70 книг, которые даны. Ездри. Которые Господь говорит. Спрячь. Никто не найдет. Все. Они спрятаны. Пролетели, ребята. Вы не туда смотрели. Надо было Бога молить. Чтобы Он дал эти 70 книг. А что в этих 70 книгах? Что там такого таинственного? Как думаете? Что там? Может быть. Об инопланетянах там. Или о летающих слонах. Которые не какают. Там будущее. Такого до числа будет конец света. Согласен. Согласен. Я соглашусь. Вполне возможно, что Господь прям вот все-все рассказал, как будет. И ездав, прочитав, понял, почему не надо это людям показывать. Все говорится. А спасения-то нет. И один вопрос только, ездри, был поставлен ангелом. Это на спасение повлияет, если ты вот это людям передашь? Люди спасаться будут? Люди будут трудиться для Бога? Не будут они трудиться. Они уже и так знают. Какое там? О, мы еще пофилодить можем. Поспать еще можно. Сколько там надо на покаяние? Как Игнать Игнатьевич говорит? Я вставал там в 4.40, а в тюрьме в 4. Так ты, наоборот, в тюрьме, ты там подвыспись немножко. Ну давай в 6, так в 6. А у него, видите, какое это благочестие. Нужно в туалет сходить. Помолиться. В туалет сходить. У меня сначала в туалет сходить. Чтобы никто не видел. Потому что ему стыдно идти. Там же запахи. И вот я, ну тоже, понимаете. А народу 70 человек. Я его лично сильно понимаю. Я еще храплю вдобавок ко всему. Тяжело. Меня там задушили. А я храплю не просто так. Как трясется. Ты видела? Слышала, да? Нет. Нет. И не надо. И не слушать. Воображение богатое. Воображение. Ну понятно. Не дом трясется, а уши у людей. А вот кто может что-то узнать. Не слышала? Слышала, я спать не могла. Да? Да. Я же закрываюсь. Нет. Когда вы в гостиной спали на диване, я через дверь вас слышала. Это кто-то приезжал к нам, да? Да, как будто кто-то приезжал. Ну вот так вот, понимаете. А тут это все повлекло дальнейшее все, понимаете. А что? Только молитва. И вот обращается человек, обращается к Богу. Господи, дай мне проявить нравственные качества все твои. Чтобы видели, что я христианин. И Господь помогает. Смысл-то вот в чем весь. Да. Ну для этого-то надо дойти и молиться. А Господь говорит, хорошо, я тебе дам. Только это, вставать в четыре надо. Что дальше? До этого, говорит, пока докала человеческого не дошло, на нем готовить бищу. Пророк был стойкий, готов по лепешке там, полстакана воды в день, на одном боку пролежать готов. Все готов, и вдруг. А приготовить только на человеческом. Я вам хочу сказать, это мощно. Ну нет. И тогда он взмолился уже. Господи, да нет, не то. А что? А почему такое? Да Господь ждал молитвы. Господь от нас ждет вопросов. Так он же еще оправдался же. Каким образом? Почему он не хочет? Просто не хочу и все. Да что это за оправдание? Это так себе. Господь сказал и сказал все. Даже Господь ему сказал, для чего. Да. Что будет. Род человеческий, иудейский. Будут так же нечестие это поглощать, как они сейчас его поглощают. Однако снизошел же к ним, к пророку-то. Так я говорю, я вопрос задаю, а для чего Господь, Господь-то знал прекрасно, чем дело закончится. Для того, чтобы он наконец-то заговорил. А слиться Валаамова должна была проговорить. А для чего? Потому что нужно было Господу молиться о чем-то. А так бы, если бы он все воспринял, ну он бы тогда был как Господь Бог уже, знающий добро и зло. Но нет, он просто человек. И помните, как венок сзади держит простой раб. Отличие от раб. И едет победитель, военачальник, золотой венец. А над ним держит венец этот, держит раб. И когда он начинает, а там женщины такие, они красивые, матроны, цветы ему бросают. Там все кричат, победитель, ты наш победитель, слава тебе. И вот такой, глаза только араб, помни, ты только человек. А он знает, сейчас подъедут, там император еще стоит. То есть к нему надо, ну грандиозно просто. Почему у нас этого нету, не осаждают так. Надо вот, чтобы война началась, чтобы дороги начали делать. Давай, брат. Да я хотел к нам приблизить. Когда-то уже верующий, а вот например на Урале был, я считал, что я такой крепкий, как говорится, в духовном плане. Ну попал, когда Кеннадь Тихонович, все, испытания, все, понял, что предел есть крепости. Но испытания его продолжались. Да, точно, даже здесь, как пророка. То есть Господь раз, 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 постепенно и подвел. Ага, все. Так, ну давайте начнем место Писания. Прочитаем. Даже в смирении пока я рассвиделись, да. А, я плачущий, да, прочитал. Так, итак, Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит. Ибо четыре дня, как он во гробе, Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтоб поверили, что Ты послал меня. То есть говорил он не так и тихо, говорил нормально. То есть народ стоит, и он знает, что для народа это он говорит. Вот так прям сам Господь нам показывает, как мы должны обращаться, говорить, когда говорим Слово Божие. Где-то даже на улице или где. Нужно говорить так, чтоб кто-то еще услышал. Не один Ты. А то у нас как священник любит говорить проповедь. Или картавый. Или тиша. Рядом с собой говорить не поймешь. А так, чтобы весь голод стать и сказать, вот как патриарх. Патриарх так хорошо говорит. Я вчера священника слушал проповедь о богаче и Лазаре. Где-то вон там, в Екатеринбурге. Он говорит проповедь с закрытыми глазами. Глаза закрывает. Он епископ. Вот так. Говорит, говорит, но он глаза закроет. И такой. И так улыбается. Говорит так. Задержится за змеев эти. Опять раз, откроет глаза. И опять раз, закроет. И такой опять улыбается. Вообще такой странный. Не, не, патриарх. Это прямо надолго закрывает. Патриарх прикрывает. Это ничего тут нету. Ну, под... И я хочу сказать, что... Мне понравилось проповедь этого епископа. Он говорит про статья. Ну, правда, он глубоко не копает. Можно было. Но он говорит о состоянии человеческой души. Ну, то есть хорошо, что такое есть тоже. Маловато для епископа, конечно. Ну, коротковато. Глубоко. Ну, да ладно. А патриарх, он, допустим, говорит так обобщенно. Он так... Потому что не может. На коротке. Он же патриарх. И он говорит, делайте добрые дела. Представьте тебе. Делайте добрые дела. И вот... Смотрите за собой. Чтобы там не согрешить. Ну, то есть он такие, знаете, объемы берет мощные. И, главное, он точно попадает в цели. Правда. Мы это должны все делать. А как это все сделать? Вот тут-то он и говорит. Вот тут-то, знаете. Но он и стал говорить, что надо читать Слово Божие. Он такое сказал даже. А это... Ну, это мелковато. Для патриарха это вообще ничто. Слово Божие. А какое Слово Божие? Они возьмут жития святых. Люди будут Слово Божие. Возьмут этого Девногорца. Симеона. Симеона какого-нибудь Афонского. И тоже попадут... Это тоже все. Это Слово Божие у них. Творец Божия. Да. Он не сказал ни разу. Я не видел, чтобы и Его сказал. Творец наш. Или сказал Слово Библия. Да, они не говорят. Это правда. Итак, давайте толкование. Прочитаем оно. На одну страничку. Вопросы, если что, задавайте. Для чего евангелист опять замечает, что Иисус плакал и скорбел по сочувствию? Вопрос такой. Ну, вот видите, какой вопрос задан уже. Давайте на него ответ послушаем. Ну, давайте, может кто-то ответит. Для чего евангелист опять замечает, что Иисус плакал и скорбел по сочувствию? Для чего? Ну, что ничего не человеческое, ему не чуждо было. Что он истинный человек был. Истинный Бог, истинный человек. Непризрачный. Ну, то есть, ну, это же было, там, увидишь, у нас и написано уже, как, но как Господь скорбел, ибо был воистину человек и желал удостовериться в действительности своей человеческой природы, то позволил ей сделать свое. В том же время он ограничивает плод, запрещает ей силу и святого духа, но плод, не вынося запрещения, смущается, воздыхает и предается печали. То есть, понятно, да? Ответ, видите, какой? Нет, плод, не перенося. Да, давайте, я тебе скажу, где можно найти. Это Евангелие Теана, 11 глава, 33-37 стихи. Поподробнее прочитаешь, у тебя есть дома? Первый дом, вот, нет. Мы читаем, все. Брат, то есть, человек верующий, рожденцы, может руководиться своими чувствами, руководить ими. Нет, 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 брат. Я еще одно место приведу, там написано, как... Брат, постой, стой, 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 подожди. Давай это ты будешь говорить просто о человеках. Мы говорим сейчас о Бога-человеке. О самом Христе, да. О Христе, все, да. Вот мы о нем говорим, и вот это только к нему относится. Смотри, и духи пророчески повинуются пророкам. Ну и пускай они повинуются, но они пророки, они просто человеки. Здесь же в одном человеке и Бог, и человек. Поэтому мы можем только вот читать, что толкователям открыто. Я ничего не могу дополнить больше от себя. Ну, что я могу понять? Мне странно, что его плоть воспротивилась его божественной природе. Как это? Ну, понимаешь, вот видишь, вот тебе вот это... Плоть всегда противится духу. Не, ну, что... Вот таких мямлей сколько хочешь у вас. Ну, да понятно, что там... Я ей говорю, ты запоминай просто, и все. Это Бога-человек. Ну, это то же самое, как рождение Христа. Ну, ты там прочитала, не надо вопросов задавать. Ну, все. Ну, кто тебе еще скажет что-то другого-то? Че вот... Ну, как ученики вас... А я не понимаю. Мало чего-то... Или о Троице. Вот как этот, который искал Христа. Или Аллаха нашел Христа. То же самое. Вопросы задавал, задавал. Какая-то мелочь. Вот хорошо, что он ее заметил. Эту мелочь, эта мелочь позволила... Вот Господь его просто направил мысль туда. Потому что он думал все время о Троице, как Троице. Видать, много разговаривал с этим товарищем своим. Тут пытался ему что-то доказать, а ничего не выходило. Но он привлек его внимание к этому вопросу просто. А нужно... Он ему говорил там в конце, говорит, ну нужно уверовать просто в это. А он не понимает, как уверовать. Ну что? Вот как Авраам уверовал. О-хо, здорово даешь ты. Авраам уверовал тоже единственный человек. У него рядом была сестра его, Сара, жена. И она сколько не могла уверовать? 25 лет ходили они там. И в 90 лет еще улыбалась. А потом, ой-ой, а у меня животик растет в 90 лет. И не до смеха. Она звала все равно Исаак. Потому что деваться некуда. Веровать нужно. И вот тут-то вера пришла наконец-то. А то... Так, не будет у тебя ничего от этого Бога. На-ка тебе мою служанку. Да что, не надо. Уж Господь говорит, ну что теперь делать? Вери уж, что. Теперь деваться некуда тебе. Как так? А почему? Ну тогда бы брак распался просто и все. Очень красивая женщина была. Она что хотела, то делала. Да, Лен? Понимает. Красивые понимают меня. Удивительно. Мужиками вот так крутят, да. Как хочет. И поэтому Господь сказал, ну возьми, возьми. А для чего? Для того, чтобы ей жало вплоть ударило. Представь себе. А там же, чтобы зачаться, нужна какая-то любовь. И эта Агарь, она Авраама полюбила. Он старичок-то был еще. Ого-го какой. Да еще Богом благословленный. Ну и полюбила его. И даже фильм показывает, как эта ночь у них там прошла. Все. И она там где-то стоит. Это Агарь. Ей нельзя же ничего. Животик поглаживает. А Авраам сидит. Ну, около шатра ждет странников. И она на него поглядывает. И он тоже на нее смотрит. Видно так. И думает, да, и что с тобой делать? И тут Сара. Раз идет. И увидала, что. Внимание-то они обратили друг на друга. А дальше происходит, что следующее. Она начинает истерику ему закатывать. А что это такое? Она меня не слушает. Туда не идет. Она беременна. И куда она пойдет? Ты зачем ее гоняешь? Что пускай сидит, вынашивает ребенка твоего же. Ты сама сказала, это твой. Нет, уже не то. Почему? Да, это неверие. Она не веровала до конца. Да, она хотела. Что такое она хотела? Что? Ну-ка расскажи мне. Она дала эту служанку, чтобы он сравнил ее со служанкой. Тебе как женщина говорит? То есть он взял служанку и говорит, нет, ну ты-то лучше. Я тебе как мужчина могу так сказать. Это подлец ты будешь, если такое будешь делать. Я когда был безбожник, у меня были такие нотки. И то я безбожником, видать Господь все-таки увидел меня. И то я безбожником, когда сравнивал что-то, я, ну вот, мужики обычно между собой там начинают разговаривать, даже имена говорят. Но я был не такой, вот Господь мне дал это. И я понимал, что нельзя этим заниматься. Нельзя. Вот безбожник, а вот Господь говорит, не надо этим заниматься. Сравнение там, кто-то у кого-то полнее, кто-то там, чего-то там. Ничего это не нужно делать. И поэтому Авраам праведник, ему внутри, он просто Богу поверил и все. Ему было стыдно, вот поверь мне, ему было стыдно перед своей женой. И поэтому он все исполнял, как она говорит. И Господь ему говорит, пусть делает так, прогоняй. Да она же с ребенком прогоняй. Она же вот, понимаешь, все равно прогоняй. Она же вот родит. Ну, Сара хочет так, теперь так. Почему? Ну, женщина, чтобы брак сохранить, нужно сделать. Она потом это будет. Но это вот все, что она творила, женщина, Сара потом все вспомнила. И назвала Авраама господином своим, написано 11 глава, так же? По вере, говорит, она называла Авраама господином своим. И когда дойдет до вас, кто господин у вас, женщина? Нужно назвать господином. Назвали господином по каким-то причинам. Но это может быть долго. Это не может быть сразу. Видите даже, какие катаклизмы могут быть. Она вроде как хотела лучшего. Так, ну вот, давайте теперь отвечается на вопрос. Мы немножко поговорили, поняли, что сложно это. Да, Лена? Теперь ответ на твой вопрос. Слушай. Для того, чтобы мы знали, что Христос истинно облегся в наше естество. Вот для чего это все. Чтобы мы истинно знали, что Он в наше естество облегся. Истинно. Записывай. Как у нас плодь притился, так и в нем. Как в тех нас. И написано место писания такое, что все, Он присвоил все тоже, кроме греха написано. Все, как у человека, кроме греха. Найдешь место писания это? Чтобы это подтвердить. Он это, не помню точно, Господи, прям римлянам, да? Делал во всем подобном нам, кроме греха. Да, подобен нам, кроме греха. Подобен слово. Это редкое. Так, и дальше. Иоанн сравнительно с прочими евангелистами возвещает о Господе свыше учение. Высшее учение. И богословствует нечто великое. Посему и из дел его, то есть Господних телесных, повествует о боли уничиженных. Какое боли уничиженное? Ну, это гнев, ярость. Мы сегодня, кстати, читали об этом. В гневе, в ярости своей, Господь. Ну, о плаче нигде не читали. И вот мы тут читаем о плаче Господнем. Господь плачет о нас. Ну, о смехе точно не умеет. На смехе? А вот я Игдафимовичу задал вопрос. Да, Гори? Сейчас. Задал вопрос. Помните, все, конечно, смотрели фильм по Луке и Иисус. Смотрели? Ты не смотрела, да? В детстве, кажется. В детстве должна смотреть. Да, в лагере ему показывали. Да. И вот у меня были тоже эти вопросы о смехе, о улыбке. Я говорю, вот Христос как себя вел? И я там увидел, когда Закхей пригласил их. И он там такой потешный, небольшого роста. Туда-сюда ходит им, подкладывает все. Туда побежит, откроет ковер, откинет. А там у него тайник. И он этот тайник вытаскивает туда. И говорит, Господи, все, что кому должен, вчетверо отдам. И остальное нищим половину раздам. Ну, а толкователю Златоуз говорит, что ж ты делаешь, Закхей? Да ты того, что должен, не отдашь вчетверо-то. Откуда у тебя столько будет денег? Ты же не убийца. То есть надо же еще где-то было брать. А он брал с тех, кого он ограбил. И они как засмеялись там все. И я говорю, ну и как вы считаете, как это? А Игнатий говорит, здорово, говорит, снято. Мне, говорит, очень нравится. Что спасение дому пришло, говорит Господь. Ныне мы видим. То есть он радуется такой. И тоже видно, что Господь там, ну, кто играет в Господа. Кстати, он потом больше нигде не играл этот актер. Отказался полностью. Праведники 2, как там? Праведники 2, как там? Праведники 2, кротка. Что-то такое там. Праведники 2, кротка. Тучок пошла? Да, пожалуйста. Евреям 4 глава 15 стих. Евреям. Ибо мы имеем... Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Искушен во всем, кроме греха, да. Подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Ну, тут все понятно, именно об этом идет речь. Так, вот, о смехе. Так что, видишь, смех, наверное, все-таки они радовались. Радовались. Ну, какой смех? Смех там, где там мог быть смех? Я вот тут, вот в этом месте только, если действительно человек спасается. Приятно. Ну, какой смех? Ну, праведнику свойственно кротко улыбнуться. Почему можно ошибиться в послании? Потому что один и тот же автор пишет. Ну, да, наверное, то есть, Путин. Посему и в скорби Господа он находит много человеческого, и тем доказывает истина с плоти его, чтобы ты познал, что Господь был Бог и вместе человек. Ибо как Лука подвигом, скорбью и потом Господа в главе 22, так и Анн слезами его доказывает, что он носил истинную плоть. Для чего Господь не воскресил Лазаря, когда камень лежал еще на гробе? И вопрос такой. Видите, вопросы люди задают, он отвечает. Как бы, не люди, а напрашивающийся вопрос. Для чего Господь не воскресил Лазаря, когда камень лежал еще на гробе? То есть, давайте представим картину, если бы Господь воскресил его там, будучи во гробе. То есть, открывают гроб, и он вот такой воскресший идет к ним, и все бы, ааа, ничего себе, да? Так-то, по идее, ну, живописней, правильно? Как это обычно делается? Что-то раз неожиданно, и все, ух ты, правда, гляди-ка. Титаник непотопляемый, бак льдиной, ух ты, утонул. Вот это чудо. Тоже интересно смотреть. Но здесь не так все, Господь не так делает. Давайте прочтем. Ибо кто одним словом воздвиг мертвое тело и одушевил уже начавшееся разлагаться, тот, гораздо удобнее, мог словом отвалить камень. Отнимите камень, говорит Господь. То есть, не сказал, камень отвались-ка. А для того, говорит, чтобы сделать их свидетелями чудо, чтобы не могли, как прежде, ослепорожденным говорить. Это он, это не он. Иоанна 9 глава 9 стих. То есть, он это или не он. И начинает там водить кого-то. А когда они тут сами стоят, а их там не было, иудеев того, в чем дело. Ибо присутствие на самом месте и отнятие камня своими руками должны были заградить уста неблагонамеренным свидетелем чуда. То есть, что они сами пришли, а кто будет отнимать, и они там и книжники есть. Книжники это не только старики, которые еле ходят. Ну, там ребята были, они иудеи вообще были сильные люди. Они много работали, трудились, ходили пешком. Много не ели. У них были свои посты, вот эти вот различные омовения и так далее. Это все требовало приложить усилий. Ну, то есть, Господь не благоволил к изненжимам. Это понятно, это они понимали. Поэтому они были серьезные противники. Когда римляне на них напали в 67-м году, уже даже в конце 66-го года по Рождестве Христовом, то они только 4,5 года шли до Иерусалима. Кого там Палестина-то всего? Они 4,5 года пробивались. Они везде, каждый дом, каждую щель поливали кровью своей иудеи. Старались, думали, что Господь им вот-вот поможет и разгромит этот рим ненавистный. Ведь приходили же мессии, они и Христа упоминали. Ну, по-другому уже. А там же был Бар, Коб, Коб, Бар, там еще был этот, который, как его звали-то, о нем пишется тоже. Не Иоанн, а как его, как его, как его. Иисус, да? Еще один Иисус был. Они его вспоминают. Так, для чего? Для чего молится Господь? Или, вернее, принимает вид молитвы? Третье вопрос, видите, здесь. Для чего молится? Интересно. Слушай, как сам он говорит. Для народа, здесь стоящего, сказал я сие, чтобы поверили, что ты послал меня, то есть Богу Отцу. То есть для того, чтобы не считали меня противником Богу. Чтобы не говорили, что я не от Бога. Чтобы доказать им, что дело это совершено мною под твоей волей. Вот так. А что именно по этой, а не по другой причине, представляется молящимся, то есть для предстоящих, обрати внимание и на молитву саму. Благодарю тебя, Отче. Благодарю тебя, Отче. Не молю, а благодарю. Что ты, что ты услышал меня. Ясно, что это не молитва, а только положение и вид молитвы. А что он не нуждается в молитве, сам Христос, это видно из того, что он многое иное совершал без молитвы. Например, тебе говорю, без выйди из него. Лука 4, глава 35 стих. Еще говорит, хочу очистить. Матфея 8, 3, 8, глава 30 стих. Еще говорит, прощаются грехи твои. Матфея 9, глава 2 стих. А это, важнее всего, и морю умолкни, перестань. Марка 4, глава 39 стих. Ну, то есть, да, доказано полностью, что Господь не нуждался в том, чтобы просить. Молитва – это просьба. Молитва – это просьба, беседа, спрошение. Итак, для того, чтобы присутствующие тут поверили, что он с неба, а не противник Богу, Господь и молится. То есть, видите, для чего все это было еще? Не только для того, чтобы чудо показать, а чтобы сказать «Я покорен Богу». Ибо если при таких делах его, при всесторонних доказательствах единомыслия его с отцом говорили, что он не от Бога, чего же не сказали бы, если бы он не делал ничего такого? То есть, как бы он умеряет, умеряет. А для чего это все? Господь вообще умиротворец. Он бы так нас умерил. Он и так нас умерил с Богом Отцом. А здесь есть противники, которые просто так не поверят, даже когда чудо будет. А откуда это известно? Господь, когда с ними беседует, они начинают обманывать, врать. То есть, они никогда правду не скажут. Это очень плохое качество у человека, когда ты меняешь свои показания. То есть, вот ты такой, а тут теперь такой. Как они говорят? Мы не были рабами никому никогда. Вы что, куда затрахтели? А вы кто сейчас вообще? Сейчас-то вы кто? Римляне, кто для вас? Хозяева. Царь ваш кто? Ставленник Рима. А кто может управлять судом вашим? Синодом этим, Синодрионом. Ну, вот римский Пилат. Сами же говорили, мы не можем никого казнить. Потому что... То есть, вот так вот обманывают на ходу. И поэтому Господь... Вот что может сделать? Опять обманут. Обманут. Поэтому он может вот показать волю Божью таким образом. Все участвуют вместе. И выходит... И выходит... Причем он вышел спеленный по рукам и ногам. Он говорит, распеленуйте его. Еще они подошли. Опять нюхают эти пелены. И вот. Так же, как и 12 и 7 корзин, которые они тащили в лодку. Для чего, говорит, 12? Почему? А чтобы каждый из апостолов нес эту корзину. И немножко у него на темечке было. Как так? Ничего не было. Только вот час назад. Вот так вот было. Три таких вот. Пять таких вот. Четыре, две рыбки. Рыба, кстати, не сказала. Рыбку всю подъели. А хлеб-то... Слышно много. Чего такое? И Иуда, говорит, чтоб нес тоже. Чтоб потом вспомнил. И может быть, когда он раскаялся, а потом пошел удавился. Странное раскаяние у мужика. Он сам себя не мог простить просто. Да. Там сказано остатков. И именно хлебов. Остатков от хлебов. Ну, то есть наломаешь. Они ели-еле уже. А потом дальше все, не могут. Они же отламывали. Да, они же не давали. Они вот так ломали с одного. Вот у тебя лепешки, лепешки, это хлеб. И ты ломаешь, ломаешь, ломаешь. Он бесконечный. Это нам не понять просто. А рыбу, рыбу тоже попал. А я вот не знаю, кстати, как они рыбы. Вот хлеб непонятно, рыбу как они. Ее чистить там надо. Она же знать, как в облах. Бум-бум-бум-бум-бум. Потом вот так и она распадается. Что-то Игнатьевич там смотрит. Что-то хочешь найти какой-то стих. Да? Я слышал про рыбу. Я рыбу подготовился один. Напихли много. Специально овощей. Да рыбу, который, Господь, там это, сколько там, три хлеба и пять рыбок. Или две рыбки. Две рыбки, да. И мы сейчас думаем, хлебы-то понятно, как ломали. А рыбку-то как делили? Что она постоянно увеличивалась, эта рыбка. Непонятно. То есть, или положил за пазуху, а потом вот так вытаскивает, 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 вытаскивает. Она идет, эта рыбка. Причем рыбки. Не сказал, что рыбины. Рыбки, ну как вот в потеряевке ловятся. Хотя там эта рыба хорошая у них. Хорошая. Не дайте рыбу. Нет, нет, благодарю. Благодарю. Спасибо, Христос. Я знаю, что вы сейчас запекаете без соли. И без этого, да? Безо всего. Безо всего, да, и без масла. Так, ну вот, вопросы, пожалуйста, еще. Три вопроса мы разобрали, очень интереснейшие. Нам святые мужи помогли. Я еще, брат, почему эта мысль, когда я объяснял, что и духи пророческие повинуются пророкам. То, что ты с Божьей помощью, ты можешь контролировать в себе все свои процессы. С Божьей помощью, без Бога тебе это невозможно. Потому что, когда Господь говорит, что если кто посмотрит на женщину в свое же деление, уже прорывается в сердце своем. Кто разгневался на брата своего. Там про богачей тоже сказал, что богачи, если, так говорится, не будут много жертв, не спасутся. Они тогда востлюблены, а кто же может спастись? И Господь говорит, ответил, что человекам это невозможно, но не Богу, и Богу все возможно. То есть, с Божьей помощью мы все можем это сделать. И чувства в себе погасить, которые, или наоборот, дать им чувствам крыться, волю. То есть, все в нашей власти. Как святой вон санкт-женщином. Да, да, да. Голубь. Ну, это... Это сложный вопрос, не хочу его сейчас поднимать. Ну, допустим так. И... Все могу, выкрепляющий меня. Господь говорит, писали Слово Божье, святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Да. Духом Святым движимы. И человек, даже изучая Священное Писание, он тоже движется Духом Святым. Аминь. Ну, мы с вами знаем, ну, невозможно без Духа Святого читать Слово Божье, тем более толкование Святых Отцов. Нет, это невозможно. Но никто не будет этим заниматься. И вот... Понимаю. Его сразу, этого человека видно. У нас очень много таких приходит. Людей. Так в том-то и дело, что многие люди осознают... Их не уходят сразу, потому что они понимают, что это не их чудо. Брат, многие люди осознают, что надо бы этим заниматься. Но они не хотят этого. То есть, они знают, что... Потому что ты начнешь заниматься, исполняя заповеду, где надо будет трудиться. Вот Дух Святой, понимаешь, он дышит где хочет. Вот он дыхнул здесь Дух. Почему? А вот Господь видит, где дыхнуть. Вот тут дыхнул, а там не дыхнул. А вроде человек сильный такой на велосипеде ездит. Потому что он сам закрывается от Духа Святого. А какое горе, люди, в пословицу ввели? Большое горе. Пожар. Ну, как оно выражается? Какие условия? Ну, пословица есть. Три переезда тоже, что один пожар. Вот такое. Мы десять раз переезжаем. Он на море, в шторм не бывал, но горе не видал. Вот, пословица какая-то. А, ну, есть такая, да. Здесь пожар, пожарники приехали, ты в сторону отошел, сел, а там нигде нету, одна тьма и волны. Три этажа накрывают все. Вот с таким ветром, с таким ветром, как сегодня. В буре. И показано, там играет музыка, Вагнер окажется. Он поднимется, скрылся, одна мачта, и опять из волны. И только против волны идти. Я в это время за штурвалом стоял. Вот это я знаю. Вы про фенвала? Как шхуда убитого, тело убитого фенвала? Нет, это он сам цитирует. Фенвала? Он сам цитирует. Это шхуна с волнами боролась. Вы про это? Нет, это другое. Это именно корабль такой. Шхуна это рыбацкая. Она вот в этом здании длинная, а это корабль с людьми. Ну мы фильмы-то смотрели. Видели, как он идет, поднимается, поднимается, раз, и шел в подвозу. Кажется, нету, а опять. Даже мне странно, почему корабль не переламывает. Одно мгновение какое-то, корабль прям как висит даже. Иногда лопается. Сударь, переламывается. Кошмар. Здесь стояли мы, и утром, когда утихло, а где находимся, не знаем. Приборы показывают, а все время там мотаются. Где? И увидели там какой-то идет, давай-то к нему подъедем. Спросили, а какое горе-то хоть и здесь. Говорят, Балтика. А где мы? Каким границам подошли? Вот я стоял, никогда так спать не хотел, как там. Вот где-то с трех с половиной. Две-три вахты бы отстоял, только был. Рядом лежат канаты. Упал бы сейчас, и не пошевелился. Вот стою, разговариваю, а сам сплю. Это шторм столько был, да? Длился шторм так долго? Боролись со штормом? Конечно. И главное, когда он утихнет, непонятно, да? Ну, конечно, ничего неизвестно. Не пойти, не соснуть, ничего, да? Никуда. И главное, прибор один. Здесь, в байкерской рубке, там еще нет. Здесь у штурмана, и один должен быть наверху. Аксиометр сравнять, идем мы по нему или нет. Потому что стрелка вот так вот идет. А он стоит и показывает, куда мы направили. Вот сейчас навигатор. И с ним разговариваешь. Так куда мы прямо идем? Куда мы прямо-то идем, когда против волны? Мы совсем не прямо даже. А вы тогда молились уже, Игнат Тихонович? Молились уже в то время? Молился. Ну да, конечно. В это время я и молился. С детства молился. А ты не скажешь даже, что такое. И вот когда меня там приготовили зубить, пришить боя. А в это время, освобожденный из тюрьмы, латыш, долго отбывал. И познакомились. Он пришел к нашим, к Еремеям, где я обратился. А где этот братик? Они говорят, в море. Давайте молись, у него что-то, какое-то тяжелое состояние. Я потом, когда сложу, в это время, когда в Баггинскую зашли бой убийцы меня убить. А в это время жена капитана пришла там тряпки развесить. И у них все сорвалось. И потом один из убийц мне покаяние принес и сказал. Тогда помните, мы двое заходили. Я говорю, а что я вам взял плохого? А что сделал? Верующий. У меня бабка верующая была. Она десит, Володя, звать. И она жаловалась отцу. А я хулиган был такой. А у отца был портупеев. Тоткий ремень. А то у меня порол, говорит, как. Я сказал, где верующих встречу. Буду мстить им. Ты в Одессе был. А я здесь в Балтике. Какая? Никакая. Просто я вот решил так. Не в Одессе, в Риге, наверное, он был. А? В Риге он был, наверное. Нет, он в Риге. Здесь это было уже у нас. Как он в Одессе мог быть, если он жил Латвей? Он приехал сюда, устроился в Одессе. А, вон как. Вы не говорили про это. Я знаю в Володе. И он был как босс. И когда меня уже отпустили. Я. То там они договорились, чтобы катерок, который подвозит, уходит везде, чтобы вокруг корабля обошел сигналом. И тогда весь корабль таким мощным сигналом прощался со мной. Да как в Одессе-то? Вы говорите, он пришел там, где братик молодой. Он что, одесситов это спрашивал? Да нет, который сказал братик молодой, это сказал латыш. А латыш-то нет. Который в Латвии. Он обо мне пришел, говорит, а где он? Где это было-то? Ну, город Венспас. Ну вот, а вы говорите, Одесса какая-то. Нет, это я про Одессу говорю, откуда убийца. А-а-а. Он сидел в Одессе, но мы говорили. Они, когда я вернулся, а я дневник видел. Одессит. Где вы были в это время? Я вот так вот теперь разговариваю с ними. Где же я был в это время? Туда в море был. А что у вас было? Ничего не было. Я к экзаменам готовился. А в это время они зашли, когда я готовился с женом к выходу. Ну, вы видели их? Ну, конечно, не виделся. Потом мне сказали, я их и не видел. А-а, вон в чем дело. Они открыли дверь, а я занимаюсь, нет, у меня три курса за год сдать. Понятно. По выбору комиссии на немецком, английском или на французском. Да я-то верю. И что у меня сколько было? А много слов, которые мои морские, мне неизвестны, должен был запомнить их. У меня работа такая была. Блестящая характеристика. А когда узнали, что берущий, сразу авторитетом не пользуется, участие в судовом комитете не принимает. А только что давали, что пользуется авторитетом, член судового комитета, все. И все это я поместил в книге. Ну, это есть у вас запись. Да, слову боже, нету, там все сказано. Никогда так не хотел спать. А теперь, даже если не так. Евгений Иванович, да вы говорите, что вы хотите прочитать, да мы закругляемся уже. Да, но я не нашел. Вчера, о, я бы мог посмотреть, сказать где-то, как я в детстве, пасли коробку, как отец рассказывает. Нету дела? Давай-ка. И сегодня мне уже пришло сколько, мы, говорит, читали со слезами, а там еще нету. Ну, так написано, что человек делается как бы участником событий. Ну да, ну вы поместили это у себя на скайпе, поместили в содружестве. Где ты, мое детство, босоногая? Ой-ой-ой, семнадцать четырестей шесть. Дет, где ты, мое детство, где, надо, где, да? Где ты, мое детство, босоногая? Пробегала к полями столь знакомыми, Порошими муравушкой дорожками, Коровьими копытами протоптаны. Кривые стежки, будто ручейки, Зовут к болотцам там на солонцах. Кричат опять, волнуются грачи, Непрошенные слезы на глазах. Остатки тех околков обхожу. А проще еще? Там был пустырь, теперь пшеницы поле. Припомнил стадо, я с отцом лежу. Все до травинки знаю и до боли. Да внешний вал в полметра, Очень длинный. Отец и мать их гранью называли. Единоличной жизни пуповина Торчащая рука из-под развалин. С тридцатых давних Это боль моя. С дошкольных лет Картины эти помню. Одни с отцом. Канавка, как змея. По скотина паслись Давно здесь кони. Глубоких ям поросшие бока За пруды след Едва уже приметный. Тять, кто здесь жил? И с Бадиком рука В моей душе засечки стали метки. Вот здесь жил Редькин. Это их заимка. И слушая правдивейшую повесть Дитя, ребенок, я ронял слезинки. О чем пойму печаль свою я после. Я тихо плакал тайно от отца. А он, не ведая и не замечая, Глухой с войны Менялся весь с лица. И с дали той Он слышал все печали. Он говорил, переживая снова. Он помнил все, о чем и кто сказал. Крылатой фразы Не тускнеет слово. Ушедших тех Он слышал голоса. Передо мной картины проплывали. Гусей и уток Гогот долетал. Беды своей они не ожидали. И незаросшим видел я подвал. Я шел с отцом его переживанием. Здесь тихий вечер Заставал меня. Отец устал и приходил из бани. Брат распрягает нашего коня. Закончив труд, садимся на крыльцо. Всегда считал крыльцо и вход К востоку. Комар мне сел на потное лицо. Я там такой же с братом босоногий. Как жаль мне было бывшее тогда. И жаль отца, какой он был хороший. И к нам вдруг Врывалась тяжкая беда. Забрали, разорили. Так за что же? Я и доселе не могу понять. Тех Кочкиных и Кондиных хватали. Из них кого-то пнула моя мать, Когда у нас корову забирали. Теперь отца уж нет. Двойным воспоминанием я прохожу Весь путь его и свой. И слышу давний стон, Разграбленный рыданья. Сажусь я, сажусь у ямок тех, Качаю головой. Послушав поле зов И запахи полыни, О чем камыш шумит, Склоняясь к устам, Невинных вдаль сослали. А потом попались злы дни. О том осталась память Из памяти отца. И даже в летний зной, Когда кричит кукушка, Кузнечики стрекочут У ямок на бугре. Той босоногой давностью Печаль пронзает душу. Кровавый край у ямы Уже начал буреть. 17 сентября, 86 год. Мы ходили нынче туда, Было это, ездили. И сегодня пишут опять, Мы слушали со слезами. У меня попросил книгу, Для слова Божьего нету, Съявный Николаевич Пести. Я ему послал, Он говорит, мы же со слезами считали, Там как арест был, то другое. И вот сегодня вот это Секретворение, я не знаю, Вечером было человека три, И мы, говорит, сидели, Плакали просто. Вот как вам Бог позволил Это все видеть, И пережить, И донести. А там еще и нет, кажется. А это, Вот я когда хотел, Отомстить коммунистам и проще. Убивать. Больше ничего нельзя с ними делать. Ох, дурак. Ничего. Понятно все. Так, ну что, Спаси Христос. Игнать Иванович, Вы командуете? Так, кто самый молодой здесь, Из юношей? Владимир. Справа. А кто самый молодой, Из сестер? Сюда, слева. Надежда будущего. Достойно есть Аква истину, Божи, Дитя, Богородицу, Христа, Блаженную, И крайне порочную, И Батерь Бога нашего, Честнейшую Херурим, И славнейшую, Без сравнения, Серафим, Безыстрения Бога, Слово родшую, Сущую, Богородицу, Суть о величении. Не нахуй помоли с Богом. Господи, мы благодарим Тебя за то, что позволило нам собраться в сегодняшний день, за то, что позволило добраться нам без потерь. Богослови нас на предстоящую неделю. Дай нам мира и спокойствия. Тебе слава за все, веки веков. Аминь. Аминь. Когда начался ветер, работа закончилась. Мне показывает это знамение. Знамение того, что сестра наша была у врата, и она ушла. Я вижу это буря. Буря смертельно опасная. Над тобой там трясет буквально, охраняя подвозили. Этого не будет. Все. Я прямо реально только буря увидел, вышел на улицу и подумал, это касается тебя и брата, которого тебе Бог дал как охрану. Может, что-то, где-то, в чем-то. Это даже копейки не стоит разговаривать. Ты жизнью своей благодарна за те минуты, которые там была. Что-то сказали, что-то не так. Ты под защитой была. Теперь, конечно, уже все обдумано, ушли. Но я вот так все это видел. Я сказал вам заранее это. Я вижу в этом смертельную опасность, что ушла. И при том, невозвратную. Вот смотрите. Женщина-капитан работает в минуточку одну с малолетками. И она один раз вопрос задала только своим подопечным. Какой самый печальный день в вашей жизни был? Ну, я, говорит, примерно догадывался. Когда арестовали. Это преступники сидят здесь в тюрьме. Это я уже с ними работал там. Ну, и когда там плохое свидетельство они усилили, год дали там лишний. Но написали, говорит, все одинаково. Я училась на это. У нее высшее образование. Но я, говорит, никогда не ожидал. Еще они написали все день, когда потеряла девство. Я никогда не думал о том. То есть теперь они осознали. Это начало падения в бездну. Теперь разницы никакой нет. Некоторые уже, значит, там и наркотики, некоторые готовы повеситься и больше ничего нет. Ты была спасена в этом вопросе. Ну, ты сама знаешь. Я же не чужой. Зачем бы мне? Тем более, мать твоя, когда уже была близкая к смерти, я ее посещал, знаешь, и она наказывала за детьми присмотреть. Почему ты это сделала? Я рядом был. Почему не посоветовалась? А эти почему-то я не знаю какие. Тебе надо было уйти, платить. Никто не привезет. И теперь двери открыты, хоть кто придет. Никто не откостыляет. А к этому попробуй подошли бы. Он один раз отткнул бы, через забор ноги подбирал бы. Я правильно говорю? Ну, слава богу, не было ничего. Еще назад уже не сделаешь. Ты это такую печаль мне доставил. А вот эта буря срывает, я думаю, сорвала крышу у тебя. Я душу перену. Это постепенно, постепенно. Я подумал, может быть, что-то связано с его женой. Она что-то сказала. Она прерывновала. Ну, глупости все это. Ничего этого нет. Я даже сейчас и то я говорю, как человек, потерявший близкого-близкого, похоронивший его только что. С Богом. С Богом.